да и так краткое такое вступление я планировал формат сегодняшнего доклада сделать таким более информативным в том смысле что информации которую я привез настолько много что у меня практически не получается ее как-то критически здесь осмыслить то есть я вам дам просто факты и в конце чуть-чуть будет как бы моих каких-то выводов или наблюдений и заключений я считаю что это более правильный подход потому что в нашей среде информации про бразильской контекст вообще нету про сан пауло биеннале тоже нету посему я предпочел идти по пути контента они скажем моих оценочных каких-то осуждений по поводу этого контента потом можете спрашивать меня уже на вопросах ответах там что я думаю по тому или другому поводу но сегодняшний доклад будет в основном информативным то есть ориентированным на контент на содержание так предлагаю сегодня поговорить вначале об истории биеннале в сан паулу буквально чуть-чуть оглянуться на создание этой институции как она появилась и что какие там основные принципы в основе лежали потом невозможно не скажем так невозможно не сказать пару слов о павильоне потому что павильон это отдельная такая субстанция отдельный объект шедевр архитектуры модернизма бразильского о нем мы поговорим тоже немного но с фотографиями хочу вам просто показать как он выглядит без находящегося там искусство потом поговорим про концепцию биеннале афинедадос афитивос я расскажу почему я оставил оригинальное название без перевода перевод достаточно осложнен да потому что оба этих слова они достаточно сложно переводится на русский язык и потом поговорим про групповые проекты их семь и про индивидуальные проекты которых всего 12 но я отобрал шесть и надеюсь все это успеть вам рассказать за скажем так обозримое время чтобы вы не совсем устали вот обязательный слайд про синглард который я все время вставляю в каждый доклад мы синглард вы находитесь в нашем пространстве мы существуем уже вот почти три года нам в январе будет три года мы занимаемся культурно-просветительской деятельностью также иногда подключаемся к системе современного искусства устраиваем выставки курируем выставки участвуем выставка как художники выставляем тоже молодых художников украинских у нас есть некое присутствие в информационных как бы соц сетях да у нас есть сайт где мы архивируем наши события и наши выставочные основном события и тексты у нас есть основной как бы инструмент общения с аудиторией это фейсбук и в слабом состоянии находится сейчас наш телеграм-канал мы планируем туда тоже что-то эксклюзивное постить и особенное внимание обращая на последний пункт нас появился instagram и не просто instagram проект который называется singular библиотека и этот проект связан с тем что мы даем почитать книги на английском языке на разные тематики начинают современного искусства заканчивая философии теории искусства истории искусства политика экономикой социологии антропологии и прочими довольно интересными темами поэтому я вас очень приглашаю посетить нашу страничку в инстаграме и посмотреть что мы можем предложить на данном этапе у нас кстати есть уже украинские партнеры это издательство из publishing которое дало нам библиотеку 4 книги своих которых они издали чему мы несказанно рады да ну собственно с юмором с вот таким будем начинать наш наше путешествие в бразилию биеннале уже закончилось и это было 33 издание буквально пару слов об идентике вот идентика это то что вот вы видите визуальные элементы ну кроме конечно нашей лыбочки они использовали в основу положили работу жанна арпа 30-х годов который называлась если я не ошибаюсь экспрессивная форма экспрессив форум это был рельеф деревянный рельеф покрашенный белой краской которые вот при определенном углу падения света представляет из себя такую красивую как бы плоскость виде не знаю капель или разводов почему взята такая работа поговорим чуть позже когда затронем название биеннале и концепцию шрифт гельветика почему шрифт гельветика потому что это считается таким как бы самым нейтральным не идеологическим шрифтом но его собственно я в гельветике сегодня все свои лыбочки тоже оформил биеннале в сан-паулу родилась 1951 году исторически в то время в бразилии была благоприятная скажем политическая ситуация правительство было достаточно прогрессивным и они очень хотели подключить бразилию к международному контексту современного визуального искусства узнать что происходит в европе и показать европе что происходит у них как бы в принципе модель очень похожи на венецианскую биеннале была взята за основу структурную да то есть они приглашали художников по одному от каждой страны да и выставляли их вот собственно в павильоне оскар анимеера плюс к этому было такое достаточно мощное национальное представительство бразильское то есть художники не только из там латинской америки и северной америки но и вот основная масса была бразильского молодого искусства так собственно бразилия и запечатлилась на карте мира как страна в которой действительно много много искусства много хорошего искусства и способного конкурировать скажем на высоком уровне с топовыми художниками мировыми однако первые вот кстати все афиши всех биеннале которые были в сан паулу подход у организаторов сан паула биеннале был более такой как бы энциклопедический то есть они пытались на этих выставках каждые там два ли там каждые три года они проходили оформить какую-то главу из истории то есть они проводя эти выставки они одновременно как бы фиксировали и писали историю бразильского или латиноамериканского современного искусства то есть это в общем то была не тематическая выставка а такая более историческая экспликационная то есть они пытались показать что на латиноамериканском контенте происходило какие были художественные течения направления и так далее какие были виды модернизма а вот изменение этой стратегии произошло в 80-е годы когда появляется фигура куратора и связанная с этой фигурой собственно дискурсивная и нарративная составляющая то есть выставки приобрели тему и в рамках этой темы уже развивался как бы подбор художников был привязан к этой теме проекты были привязаны к этой теме то есть фактически художники рефлексировали на тему заданную уже как главным куратором собственно этот подход ни для кого не является сейчас новостью это стандартный подход в мире какую биеннале не возьми везде есть как бы куратор везде есть группа художников и они как бы играют одну мелодию условно говоря это называется выставка высказывания причем выставка как целая всегда больше чем сумма составляющих ее частей всегда больше чем сумма художественных проектов и индивидуальных высказываний конкретных художников куратор как бы был в центре системы этой всей как вот паук в центре паутины всем мог управлять и как будет жестко централизировал фиксировал эту систему почему я об этом говорю с таким как бы сильным акцентом потому что в 33 издание ситуация кардинально поменялось мы не будем как бы анализировать что было там в там девятнадцатом или двадцать двадцать четвертом но хотя я планировал у меня просто времени на это я думаю не хватит я думаю что как бы общая канва вам понятно начали с венецианской биеннале и развивали развивали развивает до тех пор пока вот в 2018 году не пришла мысль о том что в этом подходе есть что-то вот изначально неправильно что нужно как бы попытаться поменять буквально несколько слов о павильоне гениальный человек оскар немеер которого считают как бы отцом именно бразильского модернизма в архитектуре человек который спроектировал буквально с нуля столицу бразилии город бразилия ничего не напоминает ну киевлянам наверное напоминает до людям которые живут в киеве чем-то похоже на лобецкую на метро лобецкая на тарелку только у которой сняты верхняя часть а это между прочим дворец конгресса в городе бразилия построены в 1960 году и архитектором который спроектировал этот ансамбль является вот оскар немеер и вот несколько фотографий этого павильона пустого без без выставок находится он в парке ибера пуэра далеко не в центре сан-паулу и окружен этот павильон гигантский на самом деле павильон таким буйным тропическим парком в котором много как бы вот этих свисающих кусков мха то есть очень такая экзотическая атмосфера находится буквально рядом за стенами этого павильона даже вот на этой фотографии видно что в деревья вплотную подступают к стеклу очень функциональная конструкция можно ее планировать перепланировать всевозможными там искусственными стенами она буквально с перри собирается под каждую выставку заново очень красивая вот это круглые формы синусоидальные и в центре находится вот такая вот как бы винтовая лестница которая так спирально уходит вверх красота честно говоря необыкновенная почему я показываю эти фотки у меня одна одна причина я просто хочу вам дать понять что художники которые приходят в этот павильон работать с этим как бы работать над своим проектом они вынуждены буквально вынуждены практически всегда принимать во внимание специфику этого пространства потому что пространство да она функциональная и его можно как бы трансформировать но она все равно очень сложная и она настолько сложная что многие авторы проектов о которых я сегодня буду рассказывать они прямо в интервью говорили что диалог художника диалог человека с таким пространством это заведомо диалог неравный то есть человек чувствует себя маленьким пространство над ним как бы давлеет вот поэтому для меня неудивительно что в большой части проектов 33 биеннале были те или иные референсы те или иные точки диалога или попытки примириться с этим пространством если хотите да пришло время поговорить о концепции структуре и собственно говоря о названии название по-английски звучит effective affinities на португальском я буду дальше использовать все-таки португальский вариант как-то он больше на на произношение нравится афинендадос аффективос если приблизительно переводить это на русский язык получится аффективное родство или сродство дело в том что у этого названия есть две аллюзии на два конкретных два конкретных произведения первое это роман gt elective affinities избирательное сродство в котором или родство в котором человеческие отношения рассматриваются через научную метафору химических реакций якобы люди вступают между собой в отношения по определенным как бы правилам и вот эти вот отношения людей можно описать терминами химических каких-то реакций соединений или молекул это первое это первое как бы первая отсылка которая звучит название а вторая отсылка я сейчас перескочу на следующий слайд потому что или даже через два слайда а вторая отсылка это не давайте пока давайте по порядку будем давайте вот так прочитаю вам просто фамилии в начале главного куратора и семи художников которых он пригласил главного куратора зовут гэбриэл пэрэш баррэйра он бразилец и он пригласил на роль кураторов 7 человек которые являются практикующими художниками то есть мы можем сказать что в данном случае мы имеем дело с некой децентрализации кураторского как бы кураторской позиции или вообще структуры выставки то есть куратор назначает вместо себя по сути 7 человек которые делают выставки индивидуально и как бы не контролируется им вообще сверху никак он дает им полную свободу и к эти семь человек вот я еще зачитаю александр чесарка это уругвай сша антонио балестер морена испания клаудио фонтес аргентина мама андерсон швеция софия борхе с бразилия вальтерсио кальдо с бразилия и вура наташа агунджи нигерия сша если вам эти фамилии ничего не говорят не бойтесь они мне тоже ничего не говорили я ничего про этих людей не знал и не слышал до тех пор пока не поехал сан павлу то есть подход децентрализации вам должен быть наверное знаком по моим лекциям если вы их слушали про документу документа децентрализировалась географически она удалилась из касселя в прошлый раз да и попала в афины как бы разделилась сама в себе здесь как бы децентрализация дискурсивная куратор отказался от единого высказывания от единой темы и он дал как бы семи людям делать абсолютно разные выставки не говоря им что делать вот вот так вы спросите почему же и почему же все таки есть название так вот название описывает не тему выставки а то как зритель должен на ней себя вести вот что то есть это не то что мы должны как бы считать или раскодировать поэтому я вам особо это и перевожу она вам не нужно потому что это не есть тема это есть как бы стратегия поведения зрителя на этой выставке как бы как как по задумке куратора человек должен эту выставку прочитывать или проживать более правильное слово а вот как он должен ее проживать или считывать по задумке организаторов предлагается стратегия внимательного и медленного созерцания вплоть до того что тексты на стенах читать не нужно вот это это очень большое отличие от скажем всех других выставок современного искусства последних потому что важно как бы для того чтобы понять произведение чтобы вот декодировать нужно прочитать как бы мысль автора которая как бы заложена в экспликации до которая повешена на стенку вот так вот в данном случае говорят нам что не нужно этого делать вот есть свободное место еще не нужно этого делать вы должны прожить эту выставку это выставка не высказывание а выставка опыт выставка experience да и вот на этом слайде кстати есть фотографии карточек вот таких которые разложены в зале на этих карточках написано определенные упражнения которые ты можешь выполнять находясь на этой выставке там пойди туда сделать то сделать то то есть как бы перед перефокусируется внимание зрителя с там чтение экспликации на как бы более внимательный вдумчивый такой созерцательный анализ с этих работ между прочим у у магрита была картина которая очень хорошо иллюстрирует принцип собственно этой биеннале и эта картина почему-то тоже называется так же как и роман гетты а именно избирательное родство или избирательное сродству что на этой картине магрита магрит оказывается однажды осознал что между клеткой и яйцом есть какая-то очень важная связь а какая связь этот этот объект содержит внутри себя птицу и вот он изобразил эти два объекта как бы вместе то есть он их как бы объединил но это объединение абсолютно является не объективным а чисто субъективным художественным то есть он сблизил эти два понятия между собой в одной картине на плоскости одного полотна но как бы мы люди вольны думать об этих двух объектах абсолютно отдельно друг от друга это родство появилось именно в голове художника в его сознании и он предъявляет это как свое субъективное высказывание так и вот вторая очень важная отсылка которую диктует нам название афинедадос афетивос это труд теоретика бразильского марио подрос и который называется об аффективной природе формы в произведении искусства он за эффективный черно форм инзу ворков от к сожалению этого текста на английском языке нет вот еще один как бы такой момент бразильского контекста не все тексты переведены ключевые на английский язык они работают над этим но эта работа как бы еще не закончена краткая такое самаре краткий бриф того что этот человек собственно изложил по моему это 30-е годы если они ошибаюсь он предложил подход гештальтов то есть зритель используя свое психическое психологическое состояние способен к активному интерпретированию произведения искусства исходя из его формальных характеристик то есть ему предъявляется некая художественная форма человек накладывает на нее свое психическое психологическое состояние интеллектуальное состояние культурное состояние состояние получается некий такой гештальт который позволяет зрителю считывать смысл уже исходя не из бумажки какой-то исходя исключительно из самого произведения то есть вы скажете что это какой-то формализм да получается в искусстве и на самом деле так оно и есть и причем этот товарищ несмотря на то что он был очень таким видным политическим деятелем своего времени он был современником троцкого по моему он был против политизации искусства на уровне содержания то есть он был против превращения искусства в агитационный такой инструмент собственно про название и про концепцию я вам рассказал давайте теперь перейдем к вот этим семи людям которые представили свои проекты и вы поймете из моего рассказа насколько это вообще разные абсолютно разные вещи порядок который я выстроил вот порядок этих проектов от первого там до седьмого очень-очень условно можно назвать порядком от простого к сложному то есть те выставки которые мне показались такими более как бы простыми что ли я их поставил в начало до до локация одна просто локация она имеет несколько как таких как бы этажей вот и на этих этажах очень четко друг от друга отделенные такими как бы в ну ты 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 видишь что ты переходишь из одного проекта в другой это нет 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 то есть это такие как бы семь шоу которые разворачиваются в одном павильоне но они четко друг от друга демарк демаркированы начнем с выставки которая называется stargazer 2 авторы и шведская кураторка мама андерсон выставка небольшая и я выделю только два проекта вот этот художник он по моему считается полным аутсайдером то есть у него было не совсем в порядке по моему с психикой его зовут до генри дарджер который известен тем что он создал самый длинный роман в истории на 15 тысяч страниц и в этом романе фантастического жанра описывается война расы девочек против расы всех остальных как бы существ и это по моему происходит даже не на нашей планете он подробно описывает это восстание девочек подробно описывает войну их как бы вот с остальным миром и более того он очень подробно и скрупулезно это все дело иллюстрирует иллюстрации совершенно потрясающе там они помещены 18 плюс потому что многие его изображения содержат обнаженную натуру причем многих девочек он рисует с мужскими пенисами что что интересно совершенно уникальный как по мне художник и его наследие было обнаружено только после его смерти когда люди пришли к нему в дом и там эти как бы тома были вскрыты и собственно говоря вот эти рисунки тоже сейчас они какой-то частной коллекции находятся и гунвар нельсон это экспериментальный режиссер у него было два ролика один из которых я нашел в интернете в виде тизера минутного сейчас мы его посмотрим который называется меня зовут у на 1969 год это бывает в доходе не возможен я думаю о�г Nee Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, и второе видео этого же Гунвара Нельсона, которое показывалось в рамках этого проекта Stargazer 2, называлось Take Off, что переводится, наверное, снятие. Потому что на видео мы видели женщину, которая танцевала стриптиз, достаточно такая возрастная женщина, она снимала с себя одежду, раздевалась до гола, потом начинала снимать с себя части своего тела. Причем, учитывая то, что фильм снят в 1972 году, это достаточно сложная была техническая работа. То есть она снимала с себя руки, нос, губы, потом превращалась в такой как бы голый, без груди, без других половых признаков, такой как бы кокон, который потом улетал в космос. К сожалению, этого видео я в интернете не нашел. Вообще у этого режиссера крайне мало контента на ютубе, что весьма печально, потому что очень сильная работа. Да, это что касается выставки Stargazer, в основном эта выставка состояла из любимых художников-кураторки, то есть примитивная концепция, да, казалось бы. То, что мне нравится, вот я показываю, мои идолы. Поэтому, собственно, и название Stargazer, смотрящий на звезды, как бы намекает на то, что мы видим любимые произведения самого куратора, самой кураторки. Дальше мы попадаем в большое выставочное пространство, где правит София Борхес, однофамилица писателя. И это не зря, мне кажется, потому что структура этого шоу напоминает какой-то абархесианский, абсолютно вавилонский лабиринт. Она большинство первого этажа, большую часть первого этажа превратила в лабиринт, где в таких маленьких Дэвид Линчевских таких секциях расположены произведения искусства, которые, кстати, каждый день или каждые несколько дней приходят специальные люди и перегруппируют их. То есть выставка находится в постоянном движении, и то, что видел я лично, она, ну, эта конфигурация, она была только в тот день. Как бы, если бы я пришел там неделю назад, это все было бы уже по-другому. К сожалению, я забыл вам, у меня здесь есть пометка такая в комментариях, но я забыл скачать и прочитать вам кураторский стейтмент, вы бы просто обалдели. Ну, там фразы в стиле «в начале была правда, над которой висело яйцо». Это как бы вот в таком как бы стиле идет маленький кусочек текста кураторского стейтмента, из которого непонятно ровным счетом ничего, но как бы мысль Борхеса стоит в том, что язык – неадекватный инструмент для репрезентации реальности. И поэтому она в таком как бы немножко корявом, каструбатом тексте как раз таки и пытается это донести до зрителя, что не читайте мой кураторский стейтмент, ходите и смотрите выставку. Эта фраза, кстати, которая здесь на фотографии запечатлена, означает в переводе с португальского «прежде чем все было». Как по мне, эта выставка исключительно визуального характера, она требует такого как бы погружения, и это погружение довольно легко получилось у меня пережить, потому что свет, потому что очень красивые вот такие как бы бархатные что ли, вот реально Дэвид Линчевские интерьеры, в которых в разных как бы углах с разным освещением, иногда с хорошим, иногда с плохим, расположены очень-очень, ну я бы сказал, психоаналитические объекты. Она как-то так подобрала художников, что действительно здесь ищешь какие-то сны, какие-то подавленные, если хотите, импульсы, да, но понятно должно быть одно, что эта выставка не должна считываться через те приемы, к которым мы привыкли, скажем, на документе там или на какой-то другой крупной выставке, то есть не читая, и видите, здесь как бы особых экспликаций-то и не висит на стенах, здесь просто идет опыт погружения тебя в некую как бы визуальность, в некие визуальные коды, которые считывать нужно исключительно как бы зрением или чувствами, и опять-таки обращаю внимание на формальные характеристики этих произведений. Да, выставка номер три, куратор Антонио Балестер Морено, называется она Common Sense или Общий смысл. Но это слово Common Sense, оно разделено таким как бы наклонным знаком слэш, что означает, что вот слово Common и слово Sense, они как бы раздельны. Common это общее, а Sense это чувство, то есть как бы общее чувство. Выставка эта состоит из трех частей, и по сути она первое, что попадается зрителю, который пришел в этот павильон, она занимает место, большое место около входа. По сути тоже здесь в концепции нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Выставка вроде как о природе, вот так вот. И вы видите вот эти полотна абстрактные, их можно считать как некие горы, некие там звезды, лес и там даже вода какая-то. И вот светило там солнце и луна, вот я сейчас вам покажу их поближе. В интервью этот товарищ заявил, что я не хочу, чтобы мое искусство говорило людям, что им нужно делать. Вот такое прямое заявление. И вот он представил такой абстрактный лес, но вместе с тем достаточно тоже на фоне вот этого действительного зеленого леса, оно очень интересно как бы сопоставляется, да, или накладывается. Потому что стены павильона в нижнем ярусе, они стеклянные, и ты просто видишь эти деревья, которые находятся за этими полотнами абстрактными. Кстати, очень много детей вообще на выставке в целом. И вот когда я зашел сюда, я просто обалдел от того, что несколько групп людей, там детей с родителями, с учителями, одетых в школьные формы. И медиаторы их садят в кружочек и объясняют им, как нужно смотреть эту выставку. То есть, понимаете, да, упор делается на то, что искусство современное может менять ребенок там 6 лет. И не нужно быть там суперинтеллектуалом, как бы, чтобы считывать какие-то суперзакодированные смыслы. Да, я вот вернусь на два слайда назад. Вот это вот огромное поле грибное, это полянка. Это грибы, которые сделали из глины ученики начальной школы какой-то в Бразилии. И вот художник этот Антонио Балестер-Морено, он проводил им как бы воркшоп, как делать эти грибочки. Их очень много, они совершенно разные и по высоте, и по форме. И вот их тут, я не знаю сколько, по-моему, несколько тысяч. Да, выставка состоит из трех частей. Вот это как бы выставка современная, можно сказать. Потом идет выставка отдельным блоком испанского авангарда, потому что сам куратор, он из Испании. И он там закопался в историю своего местного авангарда, и он обнаружил одну группу, которую название я не выписал, к сожалению. Там два или три художника были главными, это были 20-е, либо 30-е годы. И суть в том, что эти художники, они искали как бы за что зацепиться, чтобы создать с одной стороны авангардное произведение, а с другой стороны такое национальное произведение. То есть они искали как бы как подружить авангардный импульс к прогрессу и к абстракции с народным искусством. И вот они где-то там под Мадридом нашли какие-то народные такие произведения, которые они взяли за основу как визуальный код для создания своих как бы своих тоже бюстов, вот этих вот маленьких таких скульптурных объектов. Также там много живописи и работ на бумаге есть от этих художников испанских. Ну тоже вот интересно, как историческая часть или глава накладывается на более современную. И третья часть этой выставки, она абсолютно отдельная, в отдельном помещении. Это, скажем так, демонстрация объектов, которые придумал некто по имени Фридрих Фрёбель. А известен этот человек тем, что он, живя в 18 веке, придумал то, что мы сейчас называем детским садиком. Более того, он не просто придумал его. То есть он был педагогом, который первым догадался, что у детей есть уникальные когнитивные способности. Казалось бы, да? Открыл Америку. Но тогда это была неочевидная абсолютная штука. И он предложил такие как бы инструментарии, которые он назвал дарами, гифтс. И вот этих даров было шесть видов. Это были мячики, кубики, причем кубики цельные, составные. Кубики, которые раскладывались на более мелкие части. И он при помощи этих как бы даров или при помощи этих дидактических игрушек и вот тут даже есть теория, что с ними делать или даже показано, как ребенку нужно это все показывать. И по его мнению, эти штуки должны были в ребенке развить как бы уникальные, не то что уникальные, а раскрыть его таланты. Вот это начало как бы 19 века. Так, идем дальше. И вот дальше уже становится немножко все посложнее. Потому что выставка «Алехандро Чесарко» называется «Нашим отцам». Напомню, куратор он из Уругвая. И вот здесь нужно немножко попотеть, чтобы даже осознать концепцию. Потому что вот тут мы сталкиваемся впервые с такой неочевидной достаточной концепцией куратора. Безусловно, она есть. Это факт. Если в прошлых трех случаях мы говорили о том, что выставка о природе, выставка о том, что язык не может ничего передать, это как бы не совсем даже концепт. Это просто как заявление. То здесь есть концепт. Выставка называется «Нашим отцам». И смысл в том, чтобы предъявить некую свою личную субъективную генеалогию. То есть от кого этот человек ведет свои корни или истоки, как художник или как личность, наверное. Помимо этого, второй темой идут повторы. Использование повторов в современном искусстве. Использование переводов в современном искусстве. И игра с различными нарративами. Это так, если очень вкратце сформулировать. Сейчас будем конкретно по примерам. Вот работа, которая висит прямо на входе в эту экспозицию. Это Стурт Ивант, художница из Америки. Элэйн Стурт Ивант. Но все ее знают во всех учебниках по истории искусства. Она фигурирует именно по своей фамилии. Стурт Ивант. Про нее есть анекдот. Анекдот, связанный с ее техникой копирования работ шелкографии Энди Уорхола. Вообще, это была одна из ее основных художественных стратегий. Она брала работу художника и по памяти воспроизводила ее. Называлась это техника-апроприация. Вошло это в художественную историографию. Именно как практика апроприации. Но при жизни Стурт Ивант получила очень большую дозу непонимания со стороны и художников, и критиков. Но Энди Уорхол известен своим анекдотом про эту художницу. Когда Энди Уорхола спросили, а в чем секрет вашей шелкографии, Энди Уорхол сказал, я не знаю, спросите у Стурт Ивант. Здесь же она копирует или, по сути, воссоздает лопату Дюшана. И много других художников попали в ее поле зрения. Что она хотела донести подобным копированиям? Прежде всего, это сбить с пьедестала этот идол авторства, этот идол художника, который творец, который творит что-то уникальное, неповторимое, что вообще никак нельзя повторить. Она в первую очередь атакует эту идею. Ну и, в принципе, понятно, что повторить от А до Я нельзя ничего. Ты повторяешь, все равно создаешь какие-то новые прибавочные смыслы к тому, что ты делаешь. И, кстати говоря, идея повторения или идея, скажем, реэнектмента, ремейка, фигурирует и в других работах на этой выставке. Вот, например, человек по имени Оливер Ларик создал скульптуру вот такую из пластика, которую называется, как и ее оригинал, а именно юноша из Магдаленсберга. Это название оригинального бронзового античного произведения, которое было обнаружено в Австрии. Считается там супер важным для истории Австрии, но сейчас оно считается утерянным. Чем занимается этот художник? Он занимается 3D-сканами, выкладывает их в сеть. То есть я или вы можете их пойти скачать и на 3D-принтере напечатать себе вот этого парня. Раскрасить его, как вам хочется, поставить его у себя как бы в гостиной. Тем самым ставится под вопрос опять-таки уникальность авторского гения и вот эти все мифы, которые, аура, которые окружали создание произведений искусства испокон веков. То есть Аполлон, пожалуйста, можно напечатать себе на Аполлона на 3D-принтере. И, кстати, хочу заметить, что на этой выставке меня не покидало ощущение, что даже вот такой матерый концептуализм, как вот этот, на самом деле решал задачи вовсе не содержания, как принято считать. А действительно, концептуализм можно считать и движением, которое решало задачи формы так же, как и содержание. Очень интересный художник Кэмерон Роланд. Его работа называется Assessment или Проверка. В работе идет речь о рабах, которые в Америке считались собственностью их хозяев, а поскольку они являлись собственностью, они подлежали налогообложению. То есть хозяин должен был платить налоги за своих рабов, за каждого, поштучно, как бы поголовно. И вот здесь расположены три квитанции оригинальных, на которых написано, что вот такой-то, такой-то платит такую-то сумму за четырех рабов. Причем там рабы перечислены через запятую с различными другими видами движимого, недвижимого имущества, там, козы, там, условно говоря, свиньи, там, у него там три гектара земли и там 50 рабов. Вот квитанция выписана на все вместе. Когда я начал про этого человечка читать в интернете, я обнаружил, что он вообще занимается достаточно стрёмными вещами в плане своих анализов. Его анализы заходят в очень интересные области. В частности, у него есть проект другой, совершенно не связанный с этим, который связан с производством товаров в тюрьмах. И, между прочим, эта тема исключительно интересна мне. Я тоже хотел, я вот думаю, как к ней подобраться. Я все думаю, как к ней подобраться более аккуратно. Но вот этот человек, он как бы уже пошел дальше, чем я. У него уже есть готовый проект на эту тему. И я почитал описание, он вот пишет действительно те же самые вещи, которые я чувствовал, когда я приближался к этому проекту в плане замысла его. Идем дальше. Это та же самая выставка. Как вы видите, выставка очень такая насыщенная концептуальными какими-то уже финтифлюшками, в отличие от предыдущих, где все было просто, и все можно было просто ходить и смотреть. То есть здесь необходимо знать немножко контекста. Джон Миллер. Работа называется «Ящички для бумаг». И вот кто хорошо знает историю искусства, что напоминает эта работа? Да, да, жанр, жанр, ну скажем. Джад? Да, совершенно верно. Дональд Джадо, вот минимализм очень сильно напоминает. Хотя Дональд Джадо изготавливал свои ящики как бы целенаправленно, а здесь мы видим ready-made, по сути, который можно было бы купить, наверное, в обычном офисном магазине, который поставляет подобную продукцию. Но мы видим абсолютно джадовская, вот такая ритмика идет, вот эти вот блоки, да, которых 4, там у Джадо было, может быть, больше, но суть не в этом. Они абсолютно как бы одинаковой высоты, и это как бы сама эта структура, она очень-очень напоминает минималистические объекты Дональда Джадо. Абсолютно верно. И помимо этого, назначение этого объекта хранить бумаги. То есть тут идет уже как бы апелляция к страсти перед административными всякими штуками, перед бюрократией у концептуалистов. То есть эта работа, она одновременно относится и к минимализму, критически его как бы или иронически переосмысляя, так и к концептуализму. Наверное, не являясь ни тем, ни другим. Да, и вот как бы здесь, вот тут вот сверху, мы видим маленькую фотографию, на которой изображена рука, ладонь. И вот эти две фотографии с двумя ладонями как бы расположены так в пространстве этой выставки, что они, по сути, как бы замыкают эту выставку в объятия. Это, кстати, работа вот куратора. Вот он, куратор, подал всего лишь нам всего две маленьких фотографии свои. Кстати, это было обязательное условие, я забыл об этом сказать. Каждый куратор должен был свою работу какую-то дать на этот проект. Иногда кураторы так, эгэгэй, половину контента своего делали, а вот этот человек, он буквально две маленькие фотографии вот такого размера обнял ими как бы всю выставку. Чем дальше, тем интереснее становится некий Мэтт Маликан, художник из Америки, ученик Джона Валдесари, участник группы Pictures Generation. Pictures Generation – это такое, как бы, ну, можно сказать, поколение художников, которые функционировали в конце 70-х, в начале 80-х. И в него входили, например, такие суперизвестные личности, как Синди Шерман и Шерри Ливайн. Работали они, как следует из названия, с картинкой, как средством репрезентации, а также с языками, системами знания, смыслов, процессами восприятия. Хотя вот подобные вещи – это уже специфика, наверное, самого Мэтта Маликана. Видимо, куратор выставки неравнодушен к Pictures Generation, потому что он взял из такого маленького художественного объединения двух человек – вот этого Мэтта Маликана и еще одна авторка, есть Луиз Лоулер. Чем интересен этот Мэтт Маликан? У него была своя разработанная им лично космология. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Причем космология – это была цветной. Он считал, что наш мир состоит из пяти цветов, и эти пять цветов делят мир на пять сфер. Что это за сферы? Зеленый, например, он считал, что зеленый цвет обозначает весь материальный мир. Абсолютно весь. А синий, он считал, что синий цвет относится к повседневности. Желтый он считал цветом, описывающим все искусство. Черный – язык и знаки, а красный – это субъективное восприятие. Наверное, вот подобная сентенция, которую я сейчас произнес, после нее вас не удивит, что человек этот использовал практики самогипноза. И более того, он не просто использовал практики самогипноза, но ему еще удавалось в этом состоянии заниматься художественным производством. То есть он вводил себя в некий полутранс или транс, и в этом трансе он считал, что он уже не он, но у него появляется некая другая личность, которая называется that person – тот человек. И вот именно этот тот человек является автором его работ. То есть он даже подписывал некоторые свои работы – that person. как видите, в этой выставке нашим отцам мы обнаружили достаточно много работ, которые в зале смотрятся как бы, ну, кстати, вот эти цветные его, эти прямоугольнички – это фрагмент его космологии. Хотя там цветов, наверное, больше, чем пять, как-то странно. В этой выставке мы видим работы, которые действительно, как и все концептуальные работы, требуют определенного контекста, чтобы как бы насладиться ими полностью. В этом смысле эта выставка является исключением из правила, потому что все остальные проекты, они в большей степени визуальны, чем направлены, скажем, на контент. Двигаемся дальше. Выставка Вальтер Сио Кальдоса, которая называется «The Appearances» или «Появление». Это самый пожилой куратор из всей команды. Он 46-го года рождения, практически, ну, ровесник моей мамы. Но этот человек, он разразился самой радикальной критикой кураторской вообще позиции вот в своих и в стейтментах, и в интервью. Вот интервью, кстати, замечательный. Вот купил каталог, и в процессе подготовки к докладу я читал интервью с этими кураторами под потрясающее информативное издание. Этот человек, Вальтер Сио Кальдос, считает, что Биеннале захвачена кураториализмом, болезнью кураториализма. Слишком много кураторства. Нужно отделить искусство от дискурса, считает этот автор, и рассматривать, как бы, искусство отдельно от всяких нарративов. Что в этой выставке есть? В этой выставке есть очень много работ. Вот, например, художник из страны басков Хорхе Атейза, и работа называется «Пустая коробка». Он участник группы басковских авангардистов «Гаур». Это группа, которая функционировала в 60-е годы. Как видите, опять-таки, здесь мало на стене висит текста. Здесь нужно просто ходить и смотреть. Причем я ловил себя на мысли, что, ходя по этому пространству и фотографируя эти объекты для вас, потому что здесь, кстати, есть много моих фотографий, мне нравится и так, и так, и так становиться. То есть ракурсы, они как бы, они появляются в процессе того, как ты перемещаешься по помещению, и нету какого-то более выгодного, какого-то менее выгодного, но все красиво и все гармонично как-то складывается. В особенности, если ты пытаешься находить эти близости между проектами. Вот, например, здесь 4 работы в одном кадре уместилось. Кстати, это Энтони Каро, небезызвестный британский абстрактный скульптор. И его, кстати, творчество связано с тем, что он пытался совместить скульптуру с архитектурой. Более того, он даже изобрел такой портмонео-термин, который он называл «Sculptature» или «Скульптура плюс архитектура». Как бы «Скульп-архитектура» или «Скульп-тектура». Еще одна ассоциация, которая у меня родилась в процессе осмотра этой экспозиции, это примерно то, что делает наша группа Кайно или Альянс 22. Художники, которые работают с формой, с беспредметным искусством и которые в некоторых кругах считаются безнадежно уже устаревшими, сброшенными с корабля истории. Так вот, Биеннале в Сан-Паулу убедила меня в том, что есть люди абсолютно высокого уровня, которые на таких представительских мероприятиях участвуют, которые верят в то, что искусство не обязано учить нас жить, которое просто дает нам какую-то формальную, чисто пластическую информацию, которую нужно считывать не мозгом, а глазами. Так, прокручу еще несколько кадров. Ну, кто был на выставках музея Булгакова, наверное, здесь почувствует себя как дома. Потому что, ну, да, объекты расположены в пространстве. Кстати, вот еще тоже интересная композиция. И видите, как на многих фотографиях фигурирует пустая коробка этого хорохи, много работ самого куратора этого Вальтерсио Карлоса, но он пишет в интервью, что он совершил над этими работами много изменений. То есть у него эти работы уже были, но когда он встраивал их в пространство и выстраивал визуальный диалог между своими работами и работами других авторов, он в свои работы вносил ряд изменений. Что, в принципе, как бы тоже считается не особо принято, да, в современном мире. То есть работа сделана, работа сделана, работа не сделана, работа не сделана. И еще что хочу сказать, здесь просто не видно на этих фотографиях, по-моему. Здесь не только такой минимализм и абстракция, здесь есть работы Виктора Гюго, на секундочку, визуальные. Они очень маленькие и незаметные, их было сложно сфотографировать. Буквально такая, не знаю, 5 на 10 сантиметров акварелька, по-моему. Да, следующая выставка, она опять-таки очень визуальная и очень плотно работает с пространством этого павильона. Нигерийская кураторка Вура Наташа Агунджи. Выставка называется «Всегда, запятая, никогда», «Always, never». И сразу же мы видим, как ее художники просто заползают на эти колонны, заползают на эти вот балки своими объектами, опутывают их просто. Причем это опутывание, это не единственная стратегия, которой они пытаются как бы захватить или оккупировать это пространство. Дело в том, что вот на этой фотографии видны вот эти вот... Я плохо их сфотографировал, у меня не получилось. Вот эти вот колонны, которые мы, наверное, принято считать, что это какое-то произведение, оно просто стоит на прозрачном постаменте, но нет, не так это все. Здесь находится некая бетонная форма, которая представляет из себя точный слепок с вот этого квадратика, на котором стоит этот сам постамент. То есть, если, допустим, на полу какая-то там трещинка или выемочка, эта выемочка полностью смоделирована вот в этом вот как бы белой верхушке. И еще как бы оформлено под золото. Очень здорово. Ну, как бы типичная сайт-специфическая работа, хотя она и скульптурная. Очень странная работа художницы Мамы Диара Ньянг. Называется она «11.11». И она расположена в помещении, затемненном, перед входом, в которое нужно снимать обувь. То есть, тебе намекают, что ты входишь в некое сакральное пространство. И в этом сакральном пространстве, опять-таки, нет ничего того, что напоминает нам какие-то религиозные коды, кроме, опять-таки, какой-то темной такой атмосферы. Атмосфера общения с возвышенным, каких-то странных звуков и вот этих плавающих образов, которые плавают вокруг тебя путем там многоканальной проекции. В центре там мягкий пол, на котором можно спокойно как бы сесть, лечь. Находиться там можно сколько угодно, тебя никто не выгоняет. И в центре тоже вот такой квадрат, где почему-то нет этого мягкого пространства. То есть, назначение этого квадрата для меня осталось непонятным. Но в целом, ощущение того, что ты действительно побывал в неком каком-то сакральном пространстве. Так, время бежит, слайдов еще очень много, поэтому я буду немножко ускоряться, наверное. Медленная птица. Это проект Клауди и Фонтес. Про этот проект есть много что рассказать, поэтому буду как бы предельно краток и информативен. Предыстория. Она пошла на крышу павильона, увидела там некую большую птицу, по-моему, стервятника, и решила использовать выражение «медленная птица» как общую отправную точку для своих художников. То есть, она позвала художников, дала им как бы эту метафору, и сказала «работайте с ней». Работайте с «медленной птицей». Вот обычно куратор делает не так. Обычно куратор дает общую конечную точку, в которой все художники должны рано или поздно как бы сойтись. Как бы к одному общему высказыванию, смыслу, либо посылу. Но в данном случае, наоборот, как бы точка общая начальная, а из нее уже они расходятся как бы в стороны. Сама Клауди и Фонтес, она сделала такой проект-блокбастер, я считаю. Она поставила вазы на крышу дома своего, где часто садятся птицы, и эти птицы, садясь, они сбрасывали эти вазы на асфальт, эти вазы разбивались, и потом она наняла специально обученных женщин, которые эти кусочки обмотали как бы в ткань и маркировали их словами. А словами они маркировали их не случайными. А вот из этой книги, собственно, с которой началась эта презентация. Книга, которую опять-таки написали по заказу Клауди и Фонтес, написал писатель. Писателя зовут Пабло Мартин Руиш. И эта книга написана в жанре детектива, но детектива кураторского. То есть там идет речь о неком пропавшем переводчике, исчезнувшем. И постепенно эта нить распутывается, как и в нормальном классическом детективе, скажем, Конан Дойла или Эдгара По. Так вот, почему детектив, почему птица и как это все связано? Дело в том, что детектив, он впервые объединил в литературе аналитический подход и поэтический подход. То есть там есть некое размышление, некая цепочка, которую детектив распутывает, или сыщик, он составляет эти аргументы, сцепляет их между собой. То есть там идет работа такая, интеллектуальная. Но с другой стороны, это оформлено как такой там туманный Лондон, ночь, там фонари. То есть есть поэтика и есть аналитика. И эти два, как бы, эти две грани, они нормально себя чувствуют вместе в рамках одного произведения. Таким образом, куратор хочет нам показать, что и в искусстве работает, в принципе, и аналитический подход, и поэтический подход. И не нужно выделять, наверное, давать преимущество или давать предпочтение чему-то одному. Вторая важная идея состоит в том, чтобы подчеркнуть креативный компонент труда переводчика. Почему это важно, я сейчас расскажу чуть позже. Кстати, работа самой Фонтес называется «Примечание». Как бы примечание к роману, да, или то, что происходит в конце романа. И здесь вы видите, что слова из книги, они являются, как бы, намеком на то, что в этой работе как раз-таки и встречается аналитика с поэтикой вместе, да. Дальше я покажу короткое видео голландца Родерика Хитбринга, которое называется «Гостиная». Здесь, в принципе, нет слов. Можете просто смотреть, я пока буду рассказывать. В общем, на проекте госпожи Фонтес есть такой, как бы, сторонний элемент. Есть некая группа переводчиков, которая называется «Аутранспо», которая описала в виде стиха, в виде поэзии каждый проект с этой выставки. Да, это дерево протаскивается через жилое помещение. «Аутранспо» Так, ну, достаточно, я думаю. Так, что хотелось бы сказать по поводу перевод, момента с переводом, да. Переводчик — это не просто человек, который, как бы, текст с одного языка делает текстом на другом языке. Переводчик совершает определенный творческий акт над текстом. По сути, он создает объект, текстовый объект, который является самостоятельным абсолютно. И вот группа «Аутранспо» она поставила такие, как бы, маркеры на каждую работу со стихотворением. Вот одно из этих стихотворений я сегодня в группу запостил, да, «Промедленную птицу» в «Сингуларт». Но эти стихотворения они написали по каждому этому произведению. Например, вот стихотворение об этом дереве начинается со слова «Большой кит». То есть, действительно, если мы посмотрим это видео, нам может показаться, что это большое дерево, огромное, это кит, который вплывает, да, в пространство гостиной. Такая вот интересная метафора. Так, 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 так. Да, литовский художник Жильвинас Ландсбергас, участник 57-й Венесанской биеннале, то бишь, самый последний, и его работа, которая называется «Спрятанное солнце». Такая вот массивная инсталляция, которая, с одной стороны, она членит помещение, членит пространство, и с другой стороны, она просто визуально очень здорово исполнена. Внутри вот граничит с этими большими такими скульптурными элементами очень маленькие и такие трепетные конструкции, которые буквально кажется, что дунишь, они все распадутся. Из которых он делает вот такие как бы формы. И, кстати, куратор признается в интервью, что она сама не понимает как бы смысла этого всего. То есть она не понимает смысла работы Жильвинас Ландсбергаса. И это нормально как бы. Да, и вот безумный болгарин Дэниел Бошков, о котором хотелось бы поговорить чуть подробнее. Почему безумный? Потому что я зашел на его сайт и просто обалдел от его портфолио. Он там фильтрует Черное море при помощи там домашнего кухонного фильтра, будучи одетым в костюм Дарта Вейдера. Делает проекты про пчел, которые как-то связаны с поэзией. Вот. А здесь медленная птица в понимании этого художника, как ни странно, это ядовитая улитка. Конус Магнус, из которой добывают самый сильнодействующий анальгетик в мире, который в тысячу раз сильнее, чем морфин. Да. И который вводится уже людям, которым ничего не помогает, прямо в позвоночник. Да. И проект его называется «Моя дорогая крайне ядовитая». Вот. Он придумал такую коллаборацию с балериной. Вот. Балерину зовут Вероника Батиста. И коллаборация состояла в том, что он создал музыкальный инструмент, который он называл «Пэфлейта». И специфика этого инструмента состоит в том, что играть можно только вдвоем. Один человек играть на нем не может. Только два человека. Вот. И они исполнили на этом инструменте некую музыкальную пьесу. А балерина, она известна тем, что она из школы Фернандо Бианкини. Это единственная профессиональная балетная школа для слепых балерин. Вот так. Вот эта флейта в разобранном состоянии. Я не знаю, она мне напоминает какой-то вейп курительный. Честно. Или самогонный аппарат. Или самогонный аппарат, да. Это «Пэфлейта». Да, да. После этого безумного болгарина подобные работы как-то, ну, смотрятся как-то очень бедно, да. Казалось бы, камушек лежит возле окна. Но просто я хотел показать вам, насколько ты не можешь выкинуть просто и снять со счетов окружающий парк, да. Вот ты ходишь, этот парк, он постоянно присутствует. И он как бы влияет. И там свет и тень падает. И иногда дождь начинался в течение этого дня, что им приходилось эти форточки все закрывать. Ну, то есть, природа окружающая, она однозначно влияет на то, что там происходит. Так или иначе, контекст этого парка присутствует. Так, мы прошли с вами групповые проекты и буквально галопом по индивидуальным, чтобы вас не сильно утомлять. Дело в том, что индивидуальные проекты это проекты, которые сделал сам главный куратор, да. И он, его цель была показать тех художников, которые неизвестны. Не то, что у нас, а у них тоже. Поэтому наша задача вдвойне сложна. Понять как бы с нуля, о чем делал те или иные работы тот или иной художник. Давайте начнем с вот этого персонажа. Его зовут Анибал Лопес или А1-53-167. Так он подписывал свои работы. Он из Гватемалы. Художник очень многогранный. Вырос в гетто. Тяжелое детство. Все такое. Делал разные вещи. Глиняные. И фотографировал. И делал картины вот такие текстовые. И рисовал картины. Писал картины маслом. Но, что я хочу сказать. Мне понравились, скажем, меня зацепили описание его акций. То есть, он был еще и акционистом плюс ко всему. Например, одна из его работ состояла в том, что он пригласил бомжа в ресторан и накормил его там. И это все задокументировал. Работа, вы скажете, очень похожа на работу Сантьяго-Сьерры. И вы будете правы, потому что они очень сильно дружили. Лопес приглашал Сьерру к себе в Гватемало-Сити. И они делали совместную работу. Вторая акция очень интересная. В канун военного парада, посвященного окончанию, годовщине окончания гражданской войны в Гватемале, во время которой военные должны были промаршировать по определенной улице, площади, он ночью со своими друзьями приволок мешки с углем и рассыпал этот уголь поперек, сделал такую как бы заградительную полосу, что люди не могли перешагивать через нее. Естественно, дворников быстро на это дело согнали, они это все дело счистили, но когда солдаты проходили по этой улице, остался черный след, вот эти пыль, пыль осталась, они пыль не смахнули, и по сути следы этого заграждения, они присутствовали, что и как бы осталось на фотографиях, черные пятна эти. Потом у него был замечательный совершенно проект, его пригласили поучаствовать в биеннале в другом каком-то маленьком бразильском городке, и он для этой биеннале задумал переправить контрабандой 500 пустых контейнеров из Парагвая, реально нанял контрабандистов, которые ему эту доставку сделали, этого груза, а он из этих коробок сделал потом скульптурный такой огромный объект инсталляционный. Здесь проблематизируется то, что мы видим обычную скульптуру, но за ней тянется очень такая темная история контрабанды. Или он купил на каком-то рынке около тонны бэушной литературы и буквально с грузовика высыпал это все дело на улице, представьте себе, в час пик на загруженной улице высыпать тонну книг с грузовика. Естественно, там образовалась пробка и люди подходили, интересовали, читали эти книги, потому что нельзя было ехать на работу. Или еще одна акция, он вдохновился песней Мэрилина Мэнсона Beautiful People и решил запретить впускать на открытие выставки некрасивых людей. Охрана была четко проинструктирована не пускать некрасивых и Лопес пришел туда, его тоже не пустили. Посчитали некрасиво. Это видео, кстати, видео, где он интервьюирует наемного убийцу, самого настоящего. То есть в Гватемале до сих пор фигурирует профессия сикарио, она называется наемный убийца. То есть если тебе кто-то сильно не понравился, вот этот человек может все уладить. Да, следующий художник очень интересный Феличано Чентурион. Это тот, который ВИЧ позитивный, которым я писал на фейсбуке, воспитывался он в женском коллективе, мама, сестры, все дела, ему очень жестко запрещали занятия женскими штуками. Например, игра на пианино считалась женскими занятиями, ему запрещали. Занятия танцами нет, нельзя, это женская штука, не делай это. Он вырос и решил на протесте делать вышивку на подушечках, на всяких. Причем, да, это все кажется смешным и наивным, но, опять-таки, для меня это как интимный дневник. Вот он фразы пишет в стиле одиночества, например, солнце, душа, которая не умирает, или я приспособился к своей болезни, потому что он был ВИЧ позитивным. Жить это все жертвы, это если я правильно перевел, вивир то до сакрифисио. Мой дом, мой храм. Ну, то есть, да, это как бы интимный дневник, который человек вышивает на подобных изделиях. То есть, это одновременно и смешно, потому что это такая детская, совершенно наивная тема, но, с другой стороны, мы знаем немножко об этом человеке, о его биографии, понимаем, что это просто какая-то травма незалеченная. Так, Люсия Ногейра это художник, который переехал из Бразилии в Великобританию. У него очень интересная выставка, она разделена на такие как бы большие секции, вот, это примерно 5-7 метров, где практически нет, ну, ничего. Там лежит какая-то просто вот белая панель там с банкой пива, или просто вот колесок с привязанной веревкой, или там несколько велосипедов с привязанными какими-то стальными штуками, или вот стул, там полоска бумаги, там какой-то сейф банковский, или коврик с мусором, но как бы я поймал себя на мысли, что вот эта пустота вокруг этих предметов, она настолько активна, что ты не представляешь себе этот коврик лежащим у себя в гостиной просто почему-то. То есть именно эта пустота, она активируется путем внесения в нее этого коврика. Да, это уже я ходил, фотографировал, то есть на этой фотографии вообще непонятно, вот в этой работе есть напряжение, источник которого мне совершенно непонятен, да, то есть во-первых, непонятно, где начало, где конец этой веревки, где она начинается, где закатить, то ли в ведре, то ли в сумке, то ли вообще вот здесь она привязана, зачем этот стальной как бы фрейм, через который это все как-то интересно проходит. И вот глаз начинает блуждать, да, по этой фотографии, ища вот ответы на эти простые, формальные, чисто формальные вопросы, и вот в этом блуждании и раскрывается секрет этого напряжения. То есть работа очень простая, минималистичная веревка, там сумка и ведро, но вместе с тем есть о чем задуматься. Вот тоже простой объект, который висит на стене, это мешочек с бобами и такая вот стеклянная сеточка. Так, двигаемся дальше. То есть я бы назвал это таким как бы минимализмом, но с другой стороны в этом минимализме есть какой-то очень интересный подход к объектам, к их расположению в пространстве и в активации пространства. Один из самых нелегких для понимания проектов, который, между прочим, многие зрители просто проходили мимо, потому что там стоял охранник, такое впечатление, что он не пускал в помещение, но нужно было просто подойти и посмотреть. Некая Луиза Кроссман, проект называется Трама. Трама это португальское слово, обозначающее одновременно и нить, и замысел. В общем, если кратко, то это ряд предложений для руководителей бразильской Сан-Пауло-Биеннале. Что это за предложение? А давайте мы на крыше павильона сделаем солнечные батарейки, положим, потому что крыша она огромная, плоская, там реально этих батарей можно положить очень большую площадь. Давайте мы при помощи этой энергии, которую мы будем добывать из этих солнечных батарей, давайте мы будем майнить биткоины. Вот стоит биткоин-машина, которая занимается круглые сутки расчетом математических задач для добычи, ну не биткоина, в данном случае, там этериум добывается, но суть не в этом. То есть это как бы оформленное, визуально оформленное предложение для руководителей, для бюрократов, которые сидят в управляющей как бы инстанции этой биеннале. Вопрос, зачем это показывать в выставочном зале? Ну, потому что, наверное, у этого, у этой презентации есть форма, некая форма художественного произведения, то есть это предложение одновременно является и художественным произведением. И плюс привлекается внимание общественности, потому что люди ходят, задают вопросы и как бы получают информацию. Так, и, наверное, по-моему, это последний, если я не ошибаюсь. По-моему, это последний. А, нет, предпоследний. Да, почему я выделил этот проект? Потому что ситуация очень похожа на наш Чернобыль. В общем, что произошло? В 87-м году в одном из бразильских городов на помойке нашли человек, один конкретный человек нашел выброшенную медицинскую машину с цезиевой какой-то трубкой, с цезиевым элементом. Ему понравилось, о, прикольно, в темноте светятся. Он взял эту трубку, принес домой, они начали с семьей играть, и потом через несколько часов их госпитализировали и уже не спасли. И когда выяснили причину, от чего они, собственно, умерли, там объявили тревогу такую, что, наверное, вторая по серьезности после Чернобыля. Эвакуировали весь город и долго и нудно разбирались. А художник этот Сирон Франко или Франко, наверное, Франко все-таки, потому что испаноязычная среда, он жил в этом, неподалеку от этой помойки, неподалеку от этого места, и на тот момент, когда это случилось, он уже был состоявшимся художником, по сути дела. И он говорит, что эта ситуация поменяла полностью мою художественную практику, я вот до сих пор, уже прошли годы, я все равно об этом как бы в своей работе рефлексирую. И вот он создал большую выставку, на самом деле, посвященную всего одному этому эпизоду из своей жизни. Да. Так, и вот теперь действительно последний проект, но он займет какое-то время, потому что рассказать здесь есть о чем. Автор его Бруно Мареши, и он создал полностью свою биеннале, 33-ю. Ну, то есть, это биеннале, созданное этим человеком, хотя находится она, как вы видите на сайте в домене официальной биеннале, вот, но называется она Ultra 33, то есть Another Another Biennale, да, еще одна биеннале. По сути, что происходит? Он собирает альтернативный архив, 33-й биеннале в Сан-Паулу. Кстати, идея крайне близкая моему проекту Нафталин, который я делал весной, кто помнит, там был, там были группа ребят из Москвы, Консидентальный Интернационал, которые как раз-таки и занимались тем, что они деконструировали мою роль как куратора. То есть, они ходили, занимались тем, что они объясняли людям произведения, которые были в выставочном зале, по-своему, они проводили гадания на этих произведениях, то есть, они всяческим образом пытались не спровергнуть мои тезисы, которые я заложил в свой кураторский стейтмент. И я сознательно пригласил их именно для этого, потому что я понимал, что Нафталин, как выставка антииерархическая, она как бы противоречива, потому что куратор и является агентом, который выстраивает эту иерархию, ее нужно как бы деконструировать изнутри. Вот, эти люди, они собрали команду, которая занималась экспериментальными всякими штуками. Например, они сделали альтернативный аудиогид по выставке, типа то, что втыкается в уши и ходишь, слушаешь по залу. В этом альтернативном аудиогиде они сделали вбросы от охранников, от технического персонала, от детей, ну, то есть, не от экспертов, не от кураторов, не от искусствоведов, а от людей, которые присутствуют там постоянно, но не являются специалистами в этой области. Например, критикуются вообще Биеннале в целом за свою аполитичность, и это так и есть, как вы, наверное, понимаете уже. И, несмотря на это, институция дала возможность всем, кто не согласен с политической ситуацией в стране, кто не согласен там с какими-то темами очень такими животрепещущими, высказаться при помощи там перформансов таких спонтанных штук на открытии. Весь сентябрь Биеннале павильон был заполнен какими-то протестующими людьми, которые протестовали против там политиков, против правых и так далее. Ребята группы вот этого Бруно Мореша это все дело фиксировали и, естественно, дополняли этим архив, свой архив, альтернативный. Так, да, у них был очень интересный такой конкурс, они просили присылать видео того, как люди гуляют по этим выставкам, и потом эти видео прогоняли через алгоритм искусственного интеллекта. Я думаю, что... здесь у меня должно было быть видео, ну ладно, бог с ним. Короче, суть в том, что когда искусственный интеллект обрабатывает фотографии или видео, и как-то пытается классифицировать, что происходит на этих фотографиях, вот смотрите, это фотография с самого первого издания Сан-Пауло-Биеннале. И вот видите, тут стоят ну явно не трэш-кен on the floor, явно не мусорный бак, а тут стоит скульптура. То есть искусственный интеллект некие арт-объекты классифицировал как, ну скажем так, как продукты утилитарного свойства, что в принципе достаточно интересный вывод, потому что мнение об искусстве может дать не только человек, но оказывается еще и нейронная сеть. Они прогоняли через это машинное обучение не только видео посетителей, но и фотографии официального архива. Таким образом они формировали некий неофициальный архив. Далее, они использовали методы, которые обычно применяются плохими людьми для распространения фейк-ньюс. Методы эти известны, они называются там артикл спиннинг или скажем препарирование текстов при помощи синонимов для того, чтобы распространять фейк-ньюс, фейковые новости. Такими они вещами занимались. И вот еще интересно, была команда графитчиков, которые незаконно ранним утром в октябре под дождем нанесла вот такой огромный тег на фронтон павильона. Естественно, тег очень быстро закрыли, в тот же день его замазали, но ребята команды этого Бруно нашли графитчиков этих и взяли у них интервью, что тоже является частью их истории об этой выставке. Я обещал вам, что я не буду сегодня по-максимуму давать оценок. давайте хотя бы в двух словах с моей точки зрения, что дала децентрализация, лучше ли семь кураторских проектов одного, является ли 33-я биеннале в Сан-Паулу таким шагом назад в сторону искусства ради искусства или эстетической автономии. В начале пару банальностей мне показалось, что семь выставок это более разнообразно, много разнотипного контента и это лучше, чем одна выставка. То, что я увидел в павильоне, очень сложно было бы представить в рамках одного кураторского проекта. Слишком разные подходы. Поэтому то, что семь кураторов было, мне кажется, это все-таки какой-то плюс. Плюс еще и в том, что делегировав эти свои полномочия всеми другим людям, главный куратор имел возможность сосредоточиться на других индивидуальных художниках, которым он сделал еще 12 выставок сверху. Фактом является то, что это очень тихая выставка, мало трансгрессии, мало порнографии, мало трэша какого-то. Это не хорошо и не плохо, это просто констатация факта. Как я уже сказал, это действительно выставка опыт, это experience, это не какая-то интеллектуальная такая, это не тренажерный зал для мозгов. После этой выставки у тебя мозг не находится в состоянии усталости либо крипатуры нейронов. Здесь все в принципе можно считать глазами, как я уже говорил. Очень важный момент, то, что с моей точки зрения в этой выставке нет прямого комментирования политических событий. Многие критики писали о том, что Биеннале как бы дистанцировалась от актуальной политической повестки. У них там сейчас в стране происходит очень много плохих вещей. Почитайте новости, там действительно, там готовится государственный переворот, там очень много всего плохого. Ничего на эту тему я не увидел, по крайней мере напрямую в зале выставочном. То есть художники и кураторы отказались от прямого комментирования, от реактивного подхода к искусству, от реакции на новости какие-то, то бишь они отказались от визуальной журналистики. С моей точки зрения это не есть плохо. Ну и закончить хотелось бы цитатой, ну не цитатой, а вспомнить Хита Штерль и ее тексты про художественную автономию в 21 веке. С ее точки зрения художественная автономия в 21 веке возможно, но в смысле отказа искусства от обслуживания дискурсов. Вот это биеннале мне кажется как раз таки красноречивый пример того, что искусство отказалось обслуживать какие-либо дискурсы и как бы вырвалось ну не знаю на свободу хотя бы в какое-то относительное пространство свободы. Вот. Сайт до сих пор функционирует, там все материалы есть, фотографии есть и их намного больше, чем я смог в презентации показать. Да, у меня на этом все. я хотел бы просто оставить больше времени на вопросы. Как я и планировал, у меня не получилось как бы сделать большого анализа этих проектов, возможно у вас будут вопросы какие-то. Так что не стесняйтесь спрашивать. У меня больше вопрос такой рассуждения насчет как раз вот альтернативной биеннали. Когда помещается внутрь институции протесты, насколько они мощно выглядят, не выглядят ли они таким развлечением. Потому что по слайдам, которые это показали, это было похоже, знаешь, на вот люди внутри институции вывешивают какие-то определенные лозунги как раз для того, чтобы остальные люди постояли, пофотографировали все это. Да, дело в том, что это большая дистанция, то, что там происходит снаружи страны, и когда те же самые лозунги помещаются внутрь этой институции. Сложный вопрос. Наоборот создавать как бы с одной стороны это очень крутая идея, а с другой стороны возможно не знаю, надо еще больше времени чтобы проанализировать создают наоборот еще больше пробовать искусство, реальности и как раз людей, которые приходят туда выразить какие-то свои мысли, а наоборот как бы... Ну, кстати, во-первых, я рекомендую тебе зайти на этот сайт, потому что у них есть там документация ни одного вот этого протеста конкретного, но там были протесты и вне павильона, ну, вокруг павильона и несколько протестов внутри павильона, эти люди взяли на себя, ну, я имею в виду команда этого Бруно Мореши, о котором я говорил, вот этого чувачка, они взяли на себя просто функцию как документации и подшивание этого как бы к делу, условно говоря, то, чем не хотела заниматься официальная арт-институция, она как бы сказала, окей, хотите критиковать, приходите, мы вас не будем выгонять, но как бы мы это не будем фиксировать, это как бы пройдет получается повс, официальный биеннальный дискурс. Эти ребята сказали, нифига, мы будем документировать, мы будем архивировать и как бы через несколько лет могут исследователи прийти и посмотреть, как официальный как бы отчет, вот каталог есть, допустим, в котором ни одной этой фотографии как бы нет, и посмотреть отчет вот этих ребят и как бы уже сделать свои какие-то выводы, то есть там было такое, было оно постановочное, было оно искреннее, я не знаю, честно. У них там тоже альтернативная бьенналья тоже имела какую-то свою зону, где было это все. Нет, дело в том, что... Сейчас существует виртуально. Нет. Сейчас. Где там, что такое? Эти люди просто приходили на выставку со своими плакатами, вот и все. То есть они как бы устраивали... Это политические плакаты или... Это политические... Ну, написано слово каналиас. Это то, что я читаю. Просто у меня возникло чувство какого-то культурлянства. То есть вы заходите, вы протестуете как-то, мы вот на это вообще никак реагировать не будем, рефлексировать не будем. Мы вот, мы сами по себе, вы сами по себе. То есть что-то происходит, вы что-то делаете, но мы отказываемся включать это в дискусс. Да, то есть... Мы это в нарративы превращать не собираемся. Да, да, да. Изначально художественное сообщество и общество и критики были очень возмущены тем, что художники и кураторы этого издания отказались комментировать, как бы вот я сказал, политическую ситуацию в стране. Правильно? Но вместе с этим, когда выставка уже открылась, людям, которые хотели приходить туда с плакатами, там, скажем, и говорить, там, Порошенко, дурак или там Путин дурак, им не запрещали. Они могли это делать, они могли кричать об этом, они могли там ругаться на своих там власть-продержащих, их никто оттуда не выгонял. Да, институция сказала, мы вас не будем выгонять, но с другой стороны и ваше действие останется незамеченным нами, как бы, они официально сказали, мы не будем этого что есть вот это альтернативное биеннале, которое занималось именно фиксацией и архивацией этих всех дел. С моей точки зрения это ценные дополнения, что ли, к тому аполитичному высказыванию, которое сформировано официально биеннале. Лично для меня про графичиков, и то, что они потом их нашли намного сильнее, просто интересует, вот альтернативное биеннале, у них была какая-то именно зона в пространстве общего биеннале? Я думаю, что они не протесты, а вообще где они собирали вот там где был представлен анализ машин, это все было представлено только на сайте, или у них было отдельно бокс? А, ты смотри, смотри, прикол в том, что я их бокса не нашел, хотя он на карте был отмечен, ну там была карта с планом этих этажей, я их не нашел помещение, хотя оно должно было быть, оно должно было быть где-то там в районе раздевалки, там очень маленькое помещение, то есть им давали возможность как бы в каком-то виде это показать, но к сожалению мой правдык в том, что я не смог найти-то, я уже потом этот сайт этот читал, ну изучал у меня большой вопрос был в формате в интернет-формате сайта или это еще является материальными объектами, которые помещены еще внутрь, знаешь, в материальных объектах скорее всего не было, могла быть какая-то информационная точка с монитором, условно с компьютером, материально я имею ввиду спечатывали, потом фотографии, этого всего по-моему не было такого, по-моему материально они не участвовали, чисто виртуально. А можно каталог посмотреть? Да, конечно, после лекции без вопросов. Интересное впечатление возникает, что это такой контраст с каким-то актуальным современным искусством вроде бы прослеживаться, как будто это либо выдернуто из времени какого-то такое советский напоминает эти залы, советский такой конструктивизм. Ты имеешь ввиду строение павильона или контент? Павильон и контент по-многому такой какой-то архивный как будто. Ну, я бы не сказал прям советский, наоборот, мне кажется, тут очень мало вообще каких-то точек соприкосновения с европейскими течениями, какой-то очень такой другой мир. Видео не так уж и мало. На самом деле, я просто далеко не все их показывал. Согласен, что их меньше, чем на документе на той же, но их не так уж и мало. Видео в сумме может процентов 10 произведений, связанных с Видео. А само пространство это постоянно именно в этом пространстве? Да, да. Устроилась специально под Минали? Да, да. Получается, что раньше было как на медицинском, то есть были представители? изначально были представители от национальных государств, по одному от государства, то есть не было такого там, что типа чувак может устроить целый групповой проект украинских художников в Бразилии. Нет, там был один представитель, самый лучший там, как правило. И эта система исчезла полностью уже в 2000-е, в начале нулевых годов. Через 80-е, 90-е она еще прошла. То есть были попытки сохранить эту систему и она полностью прекратилась в 2002-м или 2004-м году. То есть украторы брали то, что им нравится те художники, им все равно было там представители на страны? Да, да, да. Ну, был куратор, выстраивал дискурсивную часть и он брал уже тех художников, как правило, из Латинской Америки, но он мог брать европейцев и американцев, австралийцев, кого угодно. Как, собственно, и в Венецианской протест? Протест? Ну, не протест, знаешь, антизвезд, брать, наоборот, то, что, ты говоришь, представляли художники, которые даже неизвестны. Это, это, это сейчас, это сейчас. Где-то лет 50 назад выставляли и Пикасс, ну, скажем, и Клей, там были большие части, выставки, посвященные, как бы, топовым европейским художникам. Может, это с бюджетом связано? Не знаю, все просто. Нет, не такой уж и маленький бюджет в этом году, 26 миллионов реалов. Это, сейчас, я уже, я уже забыл, это где-то около 6,5 миллионов долларов. Ну, да, это не документы, но вместе с тем, довольно хорошие, хорошие деньги, за эти деньги можно было привезти, ну, кого угодно, хоть Айвэвэ, там, хоть Марина Абрамович. Ну, вопрос явно не в деньгах, а в том, что, ну, идет целенаправленная системная работа по фиксации своего национального искусства или искусства своего региона, каковым является Латинская Америка. Очень, очень серьезная работа идет в этом направлении. Это достойно уважения, как по мне. Как бы, гватемальские концептуалисты или акционисты для меня это вообще в голову не вмещается. А вот то, что было сейчас показано, да, я бы это охарактеризовал как малую часть, но хотя, в принципе, если говорить о разделах, то я показал семь, как было групповых разделов, может быть, очень-очень быстро и показал шесть из двенадцати индивидуальных, получается, выставок. То есть, я отсеял всего шесть, то есть, я показал не так уж и мало. Но у меня хватило времени только на показ, на информирование. Говорить о конкретном произведении, что он означает, можно отдельно. У меня бы ушло на это целый цикл, наверное. Ощутился контраст с европейским? Ну, я считаю, что да. Я считаю, что ощущается контраст. Это искусство для меня, оно ближе, скажем, к берлинской биеннале. То, что выстраивали, скажем, кураторы чернокожие, африканские. Достаточно сложно воспринять его смысл, но ты прекрасно можешь оценить его форму. Она тебе может нравиться, она тебе может возбуждать в тебе какие-то аффекты или не возбуждать. То есть, с формальной точки зрения это искусство оценивается очень-очень здорово, легко. Ну, еще интересный момент, как мне кажется, такого развития истории искусств. То есть, явно это здание, первый этаж, да, то есть, был, наверное, спроектирован для таких минималистичных выставок или представления каких-то ну, минимализма. То есть, да, главное является не сам объект, это пространство у него. То есть, вот эти вот деревья, да, и вот фотография там, где робот, ну, это же пространство, это же большее пространство даже. Да, 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 но то, что оно, оно перегораживается, оно перекраивается, это как проклятие нашего мастерского арсенала, вот, каждый куратор пытается его как-то побороть. Больших, больших и сложных, да. здесь то же самое, но вот, как работать, да. Да, интересно, можно было бы закрыть вообще все эти колонны и потолки, но в этих залах, которые показывают, там все это пооставалось, и оно как-то мешает. у меня вообще эта история воспринимается только через то, что случилось с музеем, у меня все через это просеивается, то есть у меня просто возникло какое-то чувство голой земли, голого пространства, все пусто, как земля благооставленная, то есть давайте там понабрасываю игрушечные деревья на фоне других деревьев, что собственно осталось. Ну, это, да, это валидная точка зрения абсолютную, и то, что, скажем, художники никак не акцентируют внимание, да, на сгоревшие музеи, хотя как они могли, по-моему, музей сгорел после открытия, как бы уже выставки, если я не ошибаюсь, да, это начало сентября открытия Биеннале, а в конце сентября сгорел музей, то есть они явно не могли это предугадать, по-моему, 21 или 22 сентября сгорел музей в Рио-де-Жанейро, да, а по-моему, сейчас, сейчас, у меня где-то это было, начало сентября, это точно до, а, нет, у меня дата, дата начала, да, начало сентября, просто я запомнил, что выставка идет три месяца, октябрь, ноябрь, декабрь, в начале декабря она закрывается, то есть, ну, да, ощущение выжженной земли, но, с другой стороны, вряд ли ее вкладывали, подчеркиваю, как бы событие произошло чуть-чуть позднее, но, если ты так считываешь, это интересно, конечно, все знают, да, о чем идет речь, сгорел музей, в национальный художественный музей, даже не художественный, просто в национальный музей, да, несколько слайдов назад, там, где архитектура музея, ну, только что, ой, не важно, у меня просто, я в навигатор, ощущение, не, еще назад, лестница, а, лестница, вот, вот это, наверное, ой, ой, еще, сейчас, тоже, не создавалось ли там вот такое впечатление, что я не знаю, архитектура сильнее, чем произведение, да, был такой момент, и многие художники это четко понимают, ты вот немножко позднее пришел, по-моему, я рассказывал об этом, что художники волей-неволей, они вынуждены конфронтировать как-то с этим, мириться или выживать в условиях этого павильона, как в Пинчуке, почему-то можно было все позакрывать, вот это, ну, я думаю, что Пинчук намного более примитивная в своей структуре пространства, чем... которая была реформирована под современное искусство, то есть оно было уже готово, да, а здесь пространство, которое изначально строилось, то есть строилось там для определенных нужд, да, а насколько этим нуждам оно соответствует, ну, футболизм идеально здесь представляетесь. Конечно, конечно, но, опять-таки, мастерские подходят архитекторы выставки к ее, скажем, организации пространственной, вот, София Борхес, например, там, все в Дэвида Линча, и там реально не ощущаешь этих моментов, связанных с этими... Да, она лабиринт создала, она лабиринт создала, ну, то есть ты не чувствуешь, что ты ходишь в каком-то диком, абсолютно модернистском дворце, знаешь, а другим это нравилось играть с этим, они как-то даже, вот, какие-то там горшки, помню, с кактусами, они привязывали к этим колоннам, там, цепями, то есть, ну, дикие вещи делали. Африканцам вот этим очень понравилось играться с... А что там еще делать, посмотри. По-то рамочку некуда повесить. Стенок нету. Ради-мейт, правда? Уже пришел, уже все готово. Так, еще пытания. Не? Хорошо, тогда заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Спасибо.